Всем привет, меня зовут Алина и очень рада, что вы заглянули на мой творческий канал. В этом видео будем создавать сладкий букет из конфет для учителя. Близятся уже последние звонки, а также окончание школ и детских садов. Думаю, это видео будет полезным, ведь вы сможете сделать сами такой букетик и подарить ему своему любимому воспитателю или учителю. Для создания букета понадобится обычной шоколадной конфеты, у меня будет 5 штук. В моем букете будет всего 2 оттенка гофрированной бумаги, это желтый и зеленый. Переходим к созданию цветов, понадобится заготовка 7 на 5 сантиметров. Складываем ее пополам и вырезаем овал. Края не нужно оставлять квадратными, если вы их так оставите, то сам бутон уже изначально получится некрасивым. Я считаю, что лучше все-таки скруглить края. Бумагу в центре можно растянуть. Далее я прикладываю конфету и оборачиваю ее бумагой. Конфетку я никак больше не фиксирую, не использую ленты или горячий клей, она и так будет хорошо держаться в самом цветке. Снизу бумагу нужно подкрутить, чтобы конфетка не выпала. И для крепления я буду использовать обычную проволоку. Проволоку я тоже не подклеиваю, а просто вкладываю вовнутрь бумаги и закручиваю. Основание конфетки с проволокой я фиксирую с помощью ниток. И вот такой простой бутончик получился конфетка, там отлично держится, но в то же время ее легко будет достать. Переходим к основным лепесткам. Понадобится заготовка для маленьких лепестков 3 на 5 сантиметра. Я ее складываю пополам и вырезаю обычную форму лепестка. Бумагу в центре я растягиваю, а верхний край я не трогаю, его я буду подкручивать с помощью шпажки. Я считаю, что эта роза самая простая, вы ее сможете сделать примерно минут за 10, если приноровитесь, и таким образом сделать их очень и очень много. Маленьких лепестков понадобится 7 штук. Переходим к более крупным лепесткам, понадобится заготовка 5 на 6 сантиметров. Проделываем аналогичную работу, складываем заготовку пополам, вырезаем форму лепестка, растягиваем бумагу в центре и подкручиваем края с помощью шпажки. Попробуйте сделать такие цветы, ведь с такими лепестками розочки получаются естественными, и вы не будете долго сидеть и вырезать каждый лепесток. Крупных лепестков понадобится 8 штук, и таким образом на один цветок уходит 15 лепестков. Далее займемся чашелистиками. Один размер чашелистика 1 на 4 сантиметра. Складываем бумагу вместе и вырезаем листок. В центре его можно немного растянуть, таким образом он станет объемным. На одну розу понадобится 5 чашелистиков. Переходим к сборке цветка. Я буду использовать горячий клей, но если вам не нравится, возьмите нитки. Но в принципе горячий клей не плавит конфету и с ней ничего не происходит, так что я вам рекомендую использовать горячий клей. Просто наношу снизу лепестка клей и прикладываю его к бутону. Далее постепенно друг за другом я приклеиваю все маленькие лепестки. Напишите в комментариях, готовите ли вы какие-то подарки учителям, школу на выпускной. Будет очень интересно, если вы поделитесь своим опытом. Возможно в прошлых годах вы делали какие-то подарочки. Напишите в комментариях, какими они были. И вот такой бутончик получается. Далее переходим к крупным лепесткам. Точно таким же образом я наношу клей снизу и прикладываю большие лепестки. Мне нравится, когда розы выглядят пышно и поэтому я не приклеиваю все края именно к розине, прижимаю их, а оставляю воздушными и они получаются нежными. Бутон розы мой наконец-то готов. В жизни он получается не таким крупным, а выходит в настоящую величину. Затем приклеиваем подготовленные чашелистики. Можете сначала наносить на чашелисти клей, а затем приклеивать, либо делать как я, сразу на розу, а затем уже чашелистик. Еще для букета понадобится много листвы. Если вы знаете, как делать такие листья, то просто прокрутите видео вперед и пропустите этот момент. А те, кто ни разу такие листья не делал, я вам подробно покажу. Заготовку бумаги нужно разрезать пополам, нанести на одну сторону горячий клей и далее приклеить уже проволоку, закрыв второй частью бумаги. Из получившейся конструкции нужно вырезать обычный листок. Проволоку и бумагу я закрываю полоской этой же бумаги. Все очень просто, можно даже экспериментировать с формой листа. Эти листья я буду крепить к большим бутонам и понадобится 3 штуки. Переходим к сборке основного цветка. Я буду использовать шпажку для толщины стебля. И как вы могли заметить, я использовала при создании бутона проволоку. Это нужно было для того, чтобы в букете сам бутон цветка был подвижным. Мне не нравится, когда она полностью закреплена на шпажке и получается бутон совершенно не двигается. И вы не можете контролировать расположение цветка в букете. И поэтому я использую такой способ. Немного проволоки и затем уже шпажка для большей надежности. Приклеиваю сначала один листок, закрываю бумагой и далее уже второй и третий. И вот такой цветок получается. Он смотрится как живой, можно поставить просто в вазу и любоваться им. Но тогда делайте уже без конфеты, если вы хотите сделать его для домашнего декора. В ручном букете я рекомендую использовать хорошие толстые шпажки, так как они более прочные. Но если у вас есть толстая проволока, то можете использовать и ее. Для букета я еще подготовила пару веточек листвы. Еще хочу вам показать, как сделать маленький бутон розу. В принципе он делается аналогичным способом. Понадобится одна заготовка желтой бумаги. Я ее вырезаю, как показано было ранее, в форме овала. И затем уже фиксирую конфетку. Фиксирую бутон на проволоку с помощью ниток. Также для этого бутона понадобится 5 чашелистиков. По размеру они будут схожими, как с большой розой. И когда уже приклеены все чашелистики, я еще нанесу немного клея вовнутрь и приклею все чашелистики к самому бутону. Таким образом он получится закрытым и чашелистики не будут торчать. Мне так нравится больше, но если вы знаете какой-то другой способ создания чашелистиков или подобных бутонов, то напишите об этом в комментариях, будет интересно узнать. Итак, все цветы и листья у нас сделали, переходим к сборке букета. Я подготовила 2 маленьких бутона и 3 большие розы. Еще я сделала 2 веточки с листьями. Дом у меня была вот такая крафтовая бумага с ирисами, но думаю можно использовать и любую другую, которая у вас есть. И для декора я выбрала зеленую ленту с кружевом. Для сборки букета нужно подготовить небольшие отрезки скотча, так как ими в дальнейшем будет удобно крепить весь букет. Постепенно собираю все цветы вместе, располагаю так, как мне нравится. Вот такой букетик получился, он смотрится мило, здорово и отлично подойдет как комплимент для учителя. Лишние шпажки я подрезаю с помощью секатора. Далее останется только упаковать букет. На край бумаги я помещаю букет и закрываю его с двух сторон. И последнее, что останется, это просто задекорировать наш букет с помощью лент. И вот такой букетик получился, я думаю он понравится вашему воспитателю, педагогу или учителю. Она будет просто в восторге от такого красивого, но в то же время сладкого букета. И в конце видео я решила показать, как конфетки легко достать из всех цветов. В принципе цветок все равно повреждается, но ничего страшного, его можно потом поправить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте написать свой комментарий под видео. До новых встреч, всем пока-пока, увидимся в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok